Добрый вечер, Гомель! Марина Рыбак, добрый вечер! Добрый вечер! Я знаю, что сейчас у вас такие самотошные дни, накануне праздника, и я очень благодарна, что вы нашли время для наших зрителей. Ну, естественно, встреча не случайна, вы это понимаете. Первое воскресенье октября в Беларуси, День учителя. Примите наше поздравление. Спасибо! Ну, вот, вы знаете, для каждого представителя профессии, связанной с образованием, этот день один из наиболее значимых торжественных. И всегда хотелось узнать, как же все-таки наши учителя отмечают свой профессиональный праздник. Раскроете нам пару секретов. Ну, традиционно в каждой школе проходят какие-то праздничные мероприятия. Школа украшается плакатами, газетами. Ученики поздравляют своих учителей. Конечно, обязательно концерт ребята готовят для педагогов. Администрация школы, как правило, вручает грамоты, благодарственные письма лучшим педагогам школы по итогам предыдущего учебного года. Ну, и, конечно, такие же праздничные мероприятия проводят в каждом районе города, наверное, области, я так думаю. А уроки не сокращают по поводу праздника? К сожалению, нет. Ах! К сожалению, нет. Все по расписанию. Все по расписанию, да. А вот какие традиции существуют, вот как празднуете в семье День учителя? Ну, наверное, как и в каждой семье, где есть педагоги. Как правило, утро начинается с поздравлений. Я звоню своим коллегам, мне звонят мои бывшие ученики, но первый звонок я всегда делаю своей маме, потому что она в прошлом сама педагог, поэтому мне приятно это делать. Ну, вот расскажите, потому что я знаю, вот эту профессию выбрали несколько поколений вашей семьи. Мама была первая? Да. Расскажите про вашу маму. Ой, мама у нас замечательный человек. Как я уже сказала, она в прошлом педагог, учитель физики. Но так сложила жизнь, что... А какая школа? Она работала в Ельском районе, деревне Движки, учителем физики. Вот. А затем председателем районного комитета профсоюзов работников образования и науки. Вот мне интересно, какой общий стаж, вот этот педагогический стаж у вашей династии получается? Ну, дело в том, что у меня еще и сестра учителя географии, да, считали. То есть четыре человека в вашем семье? Четыре человека, да. 91 год. 91 год общий педагогический стаж. Немного, не мало. И я так понимаю, что это еще не предел. У нас есть небольшой сюрприз для вас. Дело в том, что наши редакторы дозвонились вашей маме и вашей бабушке в Ельск. Да, и у вас есть возможность вот прямо сейчас передать привет маме и бабушке. У нас на связи Евгения Михайловна Петрухна. Евгения Михайловна, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, вас беспокоит передача «Добрый вечер, Гомель». И сегодня вот у нас в студии находится ваша дочь Елена и ваша внучка Марина. И мы хотим все вместе поздравить вас с наступающим днем учителя. Спасибо. Большое спасибо. Вам с праздником. И вам с моим дочком. Ну, я вижу, что волнуется Евгения Михайловна. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже на пенсии, и вот ученики приходят к вам в гости, навещают, поздравляют ли вас с праздником, расскажите. Ну, на пенсии я уже 11 лет. Да, конечно, приходят, встречаемся. Я ведь живу среди своих учеников, я постоянно с ними общаюсь, а навещают меня те, кто приезжает из других городов, из стран. Очень жаль, конечно, что в этом году многие не смогли приехать на родину из-за коронавируса. Поэтому об этом уже жалею, что не видела своих любимых учеников. Слушайте, ну здорово так вот жить среди учеников, да, и пожинать свои плоды, что называется. А скажите, пожалуйста, какими успехами своих учеников вы, может быть, особенно гордитесь? Ну, среди моих учеников есть и учителя, и руководители, и, в общем-то, и доценты, и аспиранты. Есть чем гордиться, но я горжусь особенно теми, кто в данный момент хочет мира. Кто в данный момент звонят мне и радуют за то, чтобы у нас в Беларуси было все хорошо. Потому что мои ученики и в России есть, и на Украине есть, и все за нас переживают. Поэтому вот я горжусь этим. Вот учитель физики, да, это намного больше, как и любой учитель, это намного больше, чем просто дать знания. Это действительно еще и определенные позиции должны быть в обществе. Скажите, пожалуйста, вот что бы вы пожелали тем, кто еще не стал педагогом, ну скажем так, с большой буквы, но все-таки стремиться к этому. Ну, я бы сказала им так, все еще впереди. Главное, не разочароваться вообще в этой профессии в данный момент. Очень так, это четкое такое замечание. Евгения Михайловна, вот у вас есть возможность в эфире нашей программы поздравить сейчас вот своих коллег, своих учеников, родителей с профессиональным праздником, с Днем Учителя. Дорогие мои коллеги, учителя, ветераны педагогического труда, всех, кто связан с детьми нашего Ельского района, я хочу поздравить с профессиональным праздником Днем Учителя. Примите мои самые сердечные и искренние поздравления с профессиональным праздником. Низкий вам послон и слова благодарности вам, посвятившим свою жизнь, воспитанию и обучению подрастающего поколения. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира в семье, мира в стране. Берегите себя и своих близких. Евгения Михайловна, спасибо вам большое, спасибо за ваш труд и спасибо за эти теплые слова. Мы к ним присоединяемся и, конечно же, еще раз поздравляем вас с наступающим Днем Учителя. Марина, я вот смотрю, вы прям проникает, и вот чуть ли не слезу пустили, когда услышали, как бабушка... А вообще вот бабушка по характеру какая строгая по жизни? Бабушка не такая строгая, как мама, я бы сказала. Даже так, ну это бабушка по большому счету, да. Но вот из вашего детства, все-таки бабушка учитель физики, это были постоянные какие-то опыты, постоянные уроки, или больше пирожки и прогулки? Ну, вы знаете, я больше не застала ее именно педагогическую деятельность. В основном, когда она уже работала в райисполкоме, я писала книги на ее рабочем компьютере, пока она работала. Да, ну педагогическую деятельность ее я не застала, но это, я считаю, повлияло на мое воспитание, то есть ее опыт повлиял на меня. Но мама строга. Лена Владимировна, вот смотрите, вот вы, ваша сестра, стали учителями. Вы учителем начинали как учитель физики, да, сестра, ваша учитель географии. И это ведь не случайно? Это потому что мама учитель? Или все-таки у вас какая-то другая была причина для этого? Да нет, вы знаете, я, в общем-то, с детства в этой среде варилась. На последних партах крутила динамо-машину, когда мама вела уроки, потому что это была деревня, не всегда была возможность меня определить детский сад. А когда пошла в школу, моя первая учительница, я до сих пор ее помню, Надежда Степановна, Шетска, у нее такой замечательный был каллиграфический почерк. И я мечтала, чтобы у меня был такой почерк. Получилось? Вы знаете, в третьем классе мои тетради возили на выставку. Ну вот, главное, чтобы просто была цель. Да. Вот интересно, Марина, почему же вы выбрали английский язык, почему не физику? Наверное, мой ответ будет такой. Я гуманитарий. Это король, вот так вот просто, да? Я гуманитарий. Просто решили для себя. А по физике у вас какая была отметка в школе? По физике была хорошая отметка, была девятка, потому что у меня не было выбора, мне нужно было учить. Ну естественно, это же позор, слушайте. Да. Мама, бабушка, да, вы знаете физику. Ну, то есть вы пересиливали себя вот к этому предмету? Или вам было интересно? Наверное, просто я в душе как вот отличница, я знала, что вот мне нужно выучить, мне нужно хорошо написать. Но душа все-таки больше лежала вот к языкам. Почему вы вообще решили стать преподавателем? Вот как бы вот мы уже и слышим, и наблюдаем, что профессия вроде как востребованная, но не до конца модная, да? Ну вроде бы оплачиваемая, но не слишком высоко оплачиваемая. И вдруг вы молодая девушка, я понимаю, что семейная династия учителей, но сегодня молодежь такая амбициозная, что неужели так семейные традиции повлияли на вот маму, бабушку, их примеры? Знаете, я не скажу, что, наверное, семейные традиции повлияли, просто так получилось, так сложились вот жизненные обстоятельства и мое желание. Я очень детей люблю, мне нравится общаться с ними, у меня получается, я с ними на одной волне, может быть, поэтому вот как-то так. Я же говорю, молодежь амбициозная, правда-то здорово, да, Мелодина? На одной волне. На одной волне. Вы не жалеете, что дочь стала преподавателем? Ни коим образом, нет. То есть вы такого хотели для нее будущего? А чем плохо работать учителем? Это замечательная профессия. Сложная. Сложная, но интересная. Вот я могу ответить на вопрос, очень сложная и интересная. Сложная, но интересная, творческая. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что в это воскресенье мы отмечаем День учителя, и вот накануне праздника у нас в гостях семья учителей, это директор средней школы номер 59 города Гомеля Елена Рыбак и ее дочь, учителя английского языка Марина Рыбак. Ну, все-таки сегодня пятница, да, у нас вечер накануне выходных, и вот всегда хотела спросить у учителей, чем они занимаются в субботу и воскресенье? Или проверкой тетрадей, или все-таки ходят по музеям концертам? Вот на самом деле, выходные, свободное время для учителей, это что? Ну, я вам скажу так, что в субботу у них тоже рабочий день, у них один выходной, только воскресенье. И, как правило, правильно вы сказали, и те же тетради, и те же рабочие планы, планы по урочным конспектам, подготовка к открытым урокам, мероприятиям, это все имеет место быть. Хорошо, а отдыхать когда учителю? А это все совместно. Смена рода деятельности, это и есть отдых. Вот просто так, да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот лично вы, вот чем занимает свободное время для учителей? Ну, свободного времени у меня не так уж и много, но если оно и появляется, то обычно это вышивка, хотя в последнее время не так уж часто, потому что, как я уже сказала, немного времени. Но это успокаивает. Но это успокаивает, колоссально успокаивает, вот, и очень люблю собирать грибы. У нас есть даже уникальная фотография, покажите, пожалуйста, да, где вы в лесу насобирали урожай, я бы так сказала. То есть вы грибник. Ну вот, это лисички, это этот урожай? Тихая охота, да. Ничего себе! Но я знаю, что у вас еще есть хобби цветы. Да, цветы тоже люблю, занимаюсь ими. Вот, кстати, получается, что-то для школы выращиваю в том числе. Я же домохозяйка не только дома, но еще хозяйка в школе, поэтому хотелось бы, чтобы красота была для всех. Да, директор школы, это же действительно, это хозяин школы, хозяйка школы. И хочется действительно навести красоту. Скажите, а вот есть у вас какой-нибудь любимый уголок на Гомельщине, где вот вы, например, любите отдыхать осенью, Марина? На Гомельщине? Ну, если честно, то мне очень нравится наш парк городской. Вот каждый раз туда приходишь, грустный, веселый. И вот если грустный, например, то парк как-то эту грусть все впитывает, забирает. И вот эта вот прогулка, она прям лечит душу, скажем так. И когда хорошее настроение тоже с друзьями прогуляться, почему нет? Я наводила справки у ваших друзей, да, и знаю, что кто-то из вас, но не знаю, кто точно, увлекается рыбалкой. Это наш папа. А, ваш папа? А вы поддерживаете такое увлечение? Да, а что нам остается делать? Он поддерживает мою хобби, работу, я поддерживаю его рыбалку, да. Он настоящий рыбак, как по фамилии, так и в душе. Ну, вы настоящий грибник, это да, это мы уже заметили. А как насчет вообще катания на лошадях? Не доводилось. Марина? Не доводилось. Так. Доводилось. На самом деле есть такое одно замечательное место для семейного отдыха, может быть, заинтересует вас, вашу семью и наших телезрителей. Это Гомельский центр Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Здесь, дорогие друзья, можно покататься на лошадях и пони, можно пострелять из настоящих спортивных луков, устроить романтическую фотосессию с лошадьми, ну и, наконец, обучиться верховой езде. Кстати, в ближайшие выходные, вот, например, в субботу, покататься на лошадях можно с 9 утра до 17.30, а в воскресенье с 9.30 до обеда, до 14.00. Так что, если вы еще не распланировали, да, субботу и воскресенье до конца, то, в принципе, можно найти для себя вот такое вот интересное новое увлечение. Как насчет культурного отдыха? Театр, музей? Все считают, что вот, ну, есть такой стереотип, что преподаватель – это человек, который обязательно культурно развивается, ходит с детьми на экскурсии, ходит с семьей на спектакли, на выставки. Посещаете? Ну, поскольку у меня дочь уже взрослая, поэтому… Самое время взять подругу и… И сходить в театр, хороший отдых на самом деле, да, театр я люблю. Вот сейчас в наших театрах очень интересные премьеры, да, дорогие друзья, это можно все найти, проследить по афишам, так что, да, самое время открытия театральных сезонов, самое время посетить театр. Но я бы хотела, дорогие друзья, заинтересовать вас другими проектами выставочными, которые проходят в эти дни в нашем городе. Вот, например, в Музее истории города Гомеля в эти дни проходит выставка фотографий «Колесо жизни белоруса». Кто мы и откуда? Кто такие белорусы? Откуда наши корни? Ну, наверное, каждый из нас хоть раз в жизни задавался подобными вопросами. Ну, вот, возможно, посещение этой выставки поможет в поисках ответов. Авторы проекта «Колесо жизни белорусов» призывают заглянуть в глаза своим предкам, рассматривая старые семейные фотографии. Совершить такое путешествие можно, напоминаю еще раз, на выставке в Музее истории Гомеля, которая продлится, торопитесь, еще два дня, до 4 октября. Белорусскую тематику продолжает еще одна выставка, но уже деревянной архитектуры белорусской деревни. Во дворце Румянцевых и Паскевичей вчера открылась выставка гомельского художника Юрия Платонова. Выставка называется «Стоп-кадр». Сегодня, кстати, Юрий Платонов – это один из самых востребованных мастеров Гомельщины, друг Белорусского союза художников и, в том числе, опытный педагог. Его выставки – одни из самых долгожданных в нашем городе. Ну а после музея можно отправиться на комедийный спектакль. 10 октября театр «Колуна» да и пантомимы «Без слов» представит комедийный спектакль. Ух, название! Дурдом в коммуналке. Да, создатели проекта обещают, что это зрелище снимает порщу, снимает с глаз дурное предчувствие, дурное самочувствие и плохое настроение. Ну и напоминают, конечно же, что юмор лечит и продлевает жизнь. Для тех, для кого это актуально, напоминаю, премьера спектакля состоится в следующую субботу в 17.00. Лена Владимировна, а как вот вы относитесь к музыке вообще и, допустим, к классической музыке? Я люблю музыку во всех ее проявлениях. Не могу сказать, какая у меня любимая группа, либо певец. Бывает так, что сегодня я люблю это, завтра это. Понимаете, в каждом исполнителе есть определенные песни, либо в группах определенной мелодии, которые мне нравятся. А вот что касается классической музыки, я же ведь закончила музыкальную школу по классу скрипка. Поэтому я не могу не любить классику. То есть классика это ваше. Вот мне интересно, такое же увлечение есть у Марин сегодня? Все-таки молодое поколение учителей. Вот в ваших наушниках чаще какая музыка звучит, Марин? Только честно. Современная в основном, но также джаз мне очень нравится. И в основном это американская музыка, британская, то есть на английском языке, на немецком тоже. Вот, ну, тоже вот как и мама, какой-то определенной группе или исполнителю привязанности нет. Все, что нравится, все в плейлист. То есть нравится, все качественное, да, то, что доставляет просто удовольствие для души. Удовольствие, совершенно верно. Ну, вы знаете, я не зря заговорила о музыке, дорогие друзья. Дело в том, что на днях в Гомеле пройдет очередной форум классической музыки. Для гомельчан это всегда событие, когда в нашем городе собираются именитые музыканты современности. Вот в прошлом году, например, это были артисты Миланского оперного театра «Ла Скала». Чем порадует форум классической музыки в этот раз, расскажет создатель проекта, главный дирижер и художественный руководитель Гомельского симфонического оркестра Мурата Суил. Мурат у нас на связи. Мурат, добрый вечер. Добрый вечер, очень рад. И очередному приглашению. Спасибо, мы всегда рады вас слышать, потому что каждое вот ваше выступление или в студии, или звонок, это действительно что-то такое яркое и очень информативное. Расскажите, вот с нетерпением, с нетерпением ждем шестой форум классической музыки в Гомеле, и все в предвкушении, вот чем порадуете гомельчан в этот раз, расскажите нам, Мурат. Ну, мы постараемся вас не подвести очередной раз, и чтобы вам этот форум наш грядущий запомнился, так же, как и предыдущие, яркими концертными выступлениями нашего оркестра. Ну, я хочу рассказать прежде всего о концерте «Открытие». Он у нас получается и открытие концертного сезона 2020-2021 года. Это концерт, который будет включать в себя целых пять фортепианных концертов Людвига Ван Бетховена. Это на самом деле такое событие, такого масштаба, которого вообще никогда в Гомеле не было. И в Белоруссии тоже к нам приедут пять солистов. Наш оркестр дополнится еще и приглашенными оркестровыми музыкантами, и мы на протяжении четырех часов будем радовать нашу публику замечательной музыкой немецкого композитора юбиляра этого года. И в целом у нас этот форум шестой классической музыки посвящен композиторам-юбилярам, один из которых Фредерик Шопен. Его концерты будут исполняться уже в завершении форума. Ну, а что будет посередине, пускай останется небольшим секретом, интригой. Ну, раскроете тогда главную тайну. Когда состоятся эти концерты в Гомеле и есть ли еще билеты? Вы знаете, на концерт, который будет 7 октября, остается уже очень мало билетов, потому что был большой достаточно у нас ажиотаж с возвращением оркестра, и я очень этому рад, что публика заждалась. Долгожданная наша встреча прошла 23 сентября с концертом, посвященным Вивальзе. Кстати, хочу отметить, что мы повторим еще раз обязательно этот концерт, исполним на бис, так что те, кто на него не попал по каким-то причинам, должны следить просто за нашими анонсами. Ну, а концерт, который будет 7 числа, уже почти-почти продан, так что советую всем поторопиться. Вы знаете, Мурат, дело в том, что сегодня наша программа выходит накануне праздника. Это День Учителя, который будем праздновать в ближайшее воскресенье. И, конечно же, я не могу не спросить у вас, помните ли вы своего первого учителя и вообще школьные годы? Помню, помню школьные годы. Мне бы просто хотелось сказать по поводу моего первого учителя музыки, именно первого учителя фортепиано, настоящего моего, мою, можно сказать, вторую маму, которая дала мне, так сказать, путь в мир классической музыки. Это Наталья Васильевна Майорова, замечательный педагог, с которым мы до сих пор общаемся, дружим. И человек необычайно добрый, необычайно трудоспособный в то же время, и которая действительно делала так, что ученики были счастливы заниматься на игре на рояле. Ну, я вот слышу столько теплоты, когда вы вспоминаете своего первого учителя музыки. Вы знаете, у вас сегодня есть такая уникальная возможность поздравить всех учителей с праздником, вот прямо сейчас в эфире. Дорогие наши учителя, на самом деле мы безумно благодарны вам за то, что вы подарили нам путевку в жизнь, обогатили нас знаниями, о том, что карпели так долго над нашими домашними работами, тетрадками, лабораторными работами. На самом деле это необычайный труд. По этому поводу хочется сказать, вспомнить такую небольшую, достаточно известную арабскую пословицу, присказку о том, что если тебя кто-то научил чему-то хотя бы единожды, один раз, вот, ты этому человеку обязан на всю жизнь. Так что мы обязаны нашим учителям, то есть вам, всем. Спасибо большое. Ну что ж, Мурат, увидимся на концертах в рамках форума классической музыки. Ну а сейчас, дорогие друзья, музыкальный подарок для наших учителей от Гомельского симфонического оркестра. Такой небольшой, но очень приятный фрагмент прошлогоднего форума классической музыки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 КОНЕЦ Дорогие друзья, напоминаю, накануне Дня Учителя, у нас в гостях директор средней школы номер 59 города Гомеля Елена Рыбак и ее дочь, учитель английского языка Марина Рыбак. Елена Владимировна, ну не могу не поговорить о вашей школе. Школа такая известная, большая. Ну, сами расскажите, вот сколько учеников и педагогов сегодня в 59-й школе вот у вас? Школа действительно у нас одна из самых больших в городе. В этом году мы сформировали 59 классов комплектов. Такая символичная цифра. 59 классов, 59-я школа. В них обучается 1472 ученика. Эта цифра, мне кажется, это очень много. Много. Это нормально, бывало и больше в нашей школе. А педагогов у вас сколько в подчинении? 120 педагогов. 120 педагогов. Вот сложно ли в таком большом коллективе наладить учебный процесс? Сложно. Сложно, потому что помимо обычных классов у нас есть еще и спортивные классы, которым требуется особое расписание, поскольку они тренируются до и после учебных занятий. Поэтому мы подстраиваемся и под этих детей. Поскольку школа большая, детей очень много, есть свои нюансы, вопросы. Но это все решаемо. Сколько лет вы уже руководите школой? Пять лет. Пять лет. До этого вы преподавали физику, я правильно понимаю? В нашей школе, 59-й, я была учителем физики, затем заместителем директора по учебной работе. И вот только в 2015 году меня назначили руководителем учреждения образования. Сложнее быть директором? Это смотря с какой стороны посмотреть. Вы знаете, когда дети приносят в школу дипломы, какие-то достижения, распирают гордость за свою школу, потому что радеешь, переживаешь за нее. А когда приходят недовольные родители? А когда приходят, такое тоже, к сожалению, бывает. Ну, стараемся все конфликты погасить в кабинете директора. Такое бывает. Ну, вот мне что интересно, хочу вернуться к физике, потому что все-таки сложный предмет, на мой взгляд, которого боятся, чтобы вы не говорили многие школьники. Марина, поддержите меня. Я помню из своей школьной биографии. Почему-то вообще считается, что не все дети способны к точным наукам, таким как физика и математика. Это вообще правда или миф? В какой-то степени да. В моей педагогической деятельности была одна девочка-отличница, которая просто заучивала наизусть текст из учебника для того, чтобы отметить домашнее задание. Она досконально знала теорию, она досконально могла, от зубов у нее отскакивали любые законы. Но когда дело доходило до решения задач, вот тут у нас... До применения? До применения, да, к сожалению, имеет место быть. Урок физика не всем дана, вы хотите сказать. А вы помните свой первый урок физики? Мне кажется, такой нельзя забыть. Помню. 93-й год я начинала работать учителем в 19-й школе Центрального района. Сколько вам лет тогда было? 22 года. 22 года сразу после университета. Как и Мария, да, когда она пришла впервые тоже в школу. Да. Я полночи готовилась к этому уроку, писала конспект. А тема, помните, какая была? Введение в физику, это был шестой класс. А, это было, может, там, закон Ньютона, там, нет? Нет, вплоть до того, что, здравствуйте, ребята, садитесь, я это все писала. И, вы знаете, я себя приучила к этому, поэтому у меня проблем с проверками никогда не было, потому что планы, конспекты урока у меня были на каждом уроке. А что все-таки вот в таком уроке, как физика, для вас важно? Я просто обратила внимание на ваши слова, что просто так учить физику не надо, надо ее, наверное, все-таки понимать и уметь применять. Вот вы как-то на своих уроках это могли так детей заинтересовать? Это что, опыты должны быть интереснейшие? Ну, вы понимаете, в чем дело. Я старалась всегда, если это какая-то тема, максимально приближенно это к жизни применять. Какие-то детям рассказывала ситуации, почему красивые узоры дома на окнах. Вот мама там вынесла в стеклянном сосуде на балкон зимой воду, сосуд лопнул. И вот с этого я начинала... Да подождите, я теперь все поняла. На вопрос о Марины в детстве, мама, почему идет дождь, да? Мама, откуда берется вода? Мама, как учитель физики, знала доскональный ответ. Ну, старалась всегда детям, максимально, еще раз повторюсь, практически объяснять законы, какие-то эксперименты, когда показывала детям. Все из жизни приводила к примеру. А Марина была любопытная в детстве девочка? Да, она была любопытной девочкой. Но вы вот хотели, чтобы она была учителем или врачом? Вот обычно же так вот рассуждать родители. Вы знаете, быть врачом, это ведь тоже призвание, на самом деле. Просто так идти во врач... Если нету призвания врачебного, я считаю, что это преступление. Марина, я так поняла, мама у вас не увидела этого призвания, но увидела призвание. Хотя в душе я хотела бы, чтобы она потом, когда мама будет старенькой, маму лечить. Но так сложились обстоятельства, поскольку действительно она любила и в школе заниматься иностранными языками немецкий, она уже сама выучила язык. Вот, поэтому все сложилось, и на сегодняшний день я смотрю, как она общается с учениками и родителями. Откровенно говоря, меня гордость берет. Ой, ну это золотые слова, это золотые слова. Ну вот смотрите, дорогие друзья, вот что, мне кажется, что может быть романтичнее и приятнее, когда преподаватель, для преподавателя, по крайней мере, когда он заходит в класс и говорит, здравствуйте, дорогие ребята, открывайте тетради, доставайте дневники, да, и так далее. Я к чему веду, вот вы скучаетесь по урокам? Откровенно говоря, да. Иногда случается, в связи с производственной необходимостью, мне ставят замены уроков физики. Да, я забываюсь, отключаюсь о своих насущных проблемах, я вся в уроке, я вся в детях. И порой, когда прихожу с урока в учительскую, кладу журнал на полочку, мои коллеги говорят, Владимир, у вас глаза горят, вы, наверное, были на уроке. Вот, вот что такое работа современного учителя. Я хочу задать еще один вопрос, который требует откровенности. Какие привычки появились вот у вас, Ирина Владимировна, и у вас, Марина, вот, 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 скажем так, которая вам дала вот эта работа учителем, профессия учителем? Только я хочу, чтобы это прозвучали и хорошие, и, может быть, не очень хорошие привычки. Ну, вы знаете, я за собой этого не замечала. Марина, может быть, Марина что-то замечала за мамой? Она вам скажет, да. Единственное, что могу сказать, я все контролирую, как на работе, так и дома. Вот, я делаю 7 дел одновременно. Я пишу, я отвечаю на телефонные звонки, я рукой, иди сюда, принеси это, убери. То есть такая повышенная организация. Совершенно верно, да. Самоорганизация, вы вот правильное слово подобрали, самоорганизация, да. А минусы, Марина, вот ты вот, может быть, вот посмотри, вот ты росла, а мама была учителем. Наверняка появлялась поздно дома, проверяла все время тетрадки, постоянно говорила об учениках, да. И вот это, вот были какие-то минусы, как ты считаешь? Вот эта профессия, она имеет минусы вообще? Я не знаю, минусы-то или нет, но я могу сказать, что я рано стала самостоятельной, наверное, более. Я была сама себе под контролем, мои домашние задания никто не проверял. Я была сама себе предоставлена, и это не сделало меня каким-то расхлябистым ребенком, если можно так сказать. То есть у меня было всегда все в порядке. Я не думаю, что это минус. Наверное, строгость, да. То есть мама-учитель на работе, мама-учитель дома. То есть хотелось бы, чтобы мама была помягче, да? Я правильно понимаю, Марина? Наверное, иногда да, но сейчас, вот спустя время, мне кажется, что вот как было, так и хорошо. Вы знаете, как говорит мой супруг, когда я прихожу иногда после эфира домой, он мне говорит, выключи ведущую. Да, вот вам говорят так, выключи учительницу дома, нет? Вадим говорит мой муж, выключи директора. Выключи директора. Ну вот видите, дорогие друзья, в каждой профессии есть свои нюансы. Марин, сколько лет вы уже работаете в школе? Четвертый год. Четвертый год. Да, начался четвертый год. Вот как вы считаете, насколько все-таки важен сегодня именно английский язык, вот такой предмет? Наверное, он один из самых важных. Почему? Почему? Потому что... Я, кстати, с вами согласна. Согласна. Ну, вся повседневная жизнь наша сегодня, это английский язык, он присутствует в каждой сфере. Интернет, вообще любые СМИ, я не знаю. Это международный язык такой, да? Да, международный. Ну, конечно, сейчас вот спроси бабушку, маму, вот ты бы учила сейчас английский язык в школе лучше, например, если бы вернуть те годы назад. Любой вам скажет да. Да, поэтому вот я и ученикам своим говорю, пока вы молоды, пока у вас есть время и возможность, изучайте, потому что потом будет поздно. Хорошо, про учеников понятно. А вот что вы скажете про маму, про ее подруг, про меня? Я учила французский, с английским у меня такие проблемы до сих пор, да. Но вот с другой стороны, маме даете уроки, она берет у вас уроки английского? Знает английский язык, нет? Иногда что-то спрашивает, редко. Но так, чтобы полноценно выучить его, да? Нет, в основном это так, так, мне нужно перевести, ну-ка мне там быстренько. А, то есть пользуйтесь знанием дочери. Да. Ну, ее услугами пользуется не только мама, родственники всегда обращаются к ней. Есть вообще, Марин, такой вот универсальный рецепт? Ну, отлично, не скажите, хочу, но, кажется, руки не дошли. Кажется, так сложно выучить английский, да. А вот на самом деле есть такой универсальный рецепт, вот как можно вот легко и просто выучить английский язык? Я, наверное, вас расстрою, но такого рецепта нет. Придется поработать, да. Единственное, что вот как бы я бы от души посоветовала, даже не как учителя, как человек, это применение на практике. Ведь так же, как и вот мама говорила про физику, рассказывать это на каком-то жизненном примере, так же английский. Это не так, что мы пришли, открыли книгу и сделали упражнение, и все, и забыли. Надо с кем-то об этом упражнении поговорить, и желательно на этом языке. Конечно, лучше практика, да, и применение постоянное в жизни. Ну, скажем так, ваш профессиональный уровень мы только что просканировали, да. А вот теперь давайте поговорим о детях. Вот вам сложно работать с детьми? Вы сказали, что вы их любите. Ну, ведь дети-то разные бывают, и в классе всегда найдется ученик, который будет ковырять учителя долго-долго. Вот вам как? Мне нравится работать с детьми, и есть, как вы говорите, такие каверзные, да, ученики, которые... Ну, скажем так, неуправляемые дети, разные дети, да. Сейчас их модно называть гиперактивные, да. Так вот, эту гиперактивность, наверное, нужно... Это определенный уровень мастерства, когда эту гиперактивность нужно направить в нужное русло. То есть, чтобы, допустим, ребенок не портил дисциплину на уроке, а сделал пару лишних упражнений. Так. И тем самым свою энергию направил... В нужное русло. Да, в нужное русло. Слушай, ну вы шлифуете этот уровень мастерства, я смотрю, да. Приходится. Я, знаете, вспомнила на тренировках, вот один тренер рассказал на тренировках айкидо или каких-то других единоборств, он учеников как наказывал таких вот гиперактивных, как вы говорите. Он заставлял их отжиматься, вот. А вы даете лишнее задание. То есть, в принципе, все идет как будто бы с пользой. Но каково это, Марина, честно и откровенно, работать в одной школе с мамой, то есть, точнее, даже под руководством мамы. Вот это самое интересное. Не часто такое встретить. На работе все-таки это начальник мой, как ни крути, да. Конечно, чувствуется в глубине души, конечно, родственник, конечно, мама. Так. Это дополнительная ответственность. Вот, я вот этого и ждала. Потому что я не имею права на ошибку, и я должна быть, ну, если можно так выразиться, определенным примером, и для других тоже. То есть, если я что-то не буду выполнять или буду относиться к своим обязанностям неподобающим образом, то логично, и другие коллеги будут смотреть на меня и... Ну, вот вы сказали, Марина, что мама строгая, да, как строгий директор. А вот она дает вам часто советы? И как это обычно? Вот так? Или иди сюда, Марина, я тебе подскажу. Честно, она дает советы тогда, когда я этого прошу. Если я не прошу, то она не вмешивается. И, наверное, вот... А вы прислушиваете к этим советам? Да, безусловно. То есть, мама все равно это авторитет, да? Да. В любом случае, это не просто директор, это еще и авторитет такой педагогический. Авторитет и пример для меня в любом случае, да, конечно. Слушайте, ну я не знаю, я тут вот сижу и просто наслаждаюсь этой вот семейной такой вот, да, идиллией на самом деле. Вы знаете, Марин, вот вы три года назад пришли работать в школу, да? Вы, я знаю, учились в этой школе. Да. То есть, ваша родная школа. Вы опять туда вернулись, именно туда пришли. Да. Вот скажите, одно дело, когда ты сидишь за партой, а другое дело, когда ты стоишь у доски перед учениками. Вот ожидание от профессии, когда вы переступили школу в качестве учителя, и вот реальность, с которой вы столкнулись, вот это было все похоже? Реальность лучшее, чем ожидание, я бы так сказала. А чего боялись? Если честно, чего боялась? Ответственности, боялась тому, что не смогу преподавать предмет, что я буду делать это как-то не так, как-то неправильно. Но, знаете, иногда вот ведешь урок в том кабинете, в котором когда-то были уроки у меня, смотришь на эту парту, за которой ты сидел, и ловишь себя на мысли, как вот жизнь меняется, что сначала я сидела за этой партой, была ученицей, сейчас детки сидят, и я уже их чему-то учу. И, если честно, то за себя вот гордость, что я сейчас, я преподаю, это, ну, это дорогого стоит. Ну, был какой-то момент, например, который вас шокировал, когда вот вы переступили порог школы в качестве учителя? Я, наверное, были такие моменты, но я сейчас и не вспомню, потому что вот что-то такое плохое, оно забывается быстро. Я вот не скажу даже вам так. Во сколько вы уходите на работу? Вот день учителя во сколько начинается, если уроки в 8, да, Елена Владимировна? Уроки в 8? Ну, всякого по-разному, смотря какое расписание. Уроки-то для детей начинаются в 8 утра, а для преподавателей не обязательно в 8. Это может быть и в 9, и в 10. Ну, да, там, у кого-то в 3, у кого-то в 4, ну, ваш обычный день, Марин, как начинается? У меня бывает и к 8, бывает и к 12, и у меня такое расписание. А если к 12, вы спите до 10? Нет, я встаю рано, у меня тренировка утром обязательно, я готовлю кушать, да, я проверяю тетради, я не могу спать допоздна, да. А двойки часто стоите? Случается, но я за справедливость. А, ну вот. Я за справедливость. В общем, вот такие два вот интересных, современных, настоящих учителя сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, я напоминаю, что это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня пятница, готовимся к выходным, ну и, конечно же, в ближайшее воскресенье будем честовать учителей, потому что в Беларуси отмечаем День учителя. Елена Владимировна, ну, серьезно, вопрос такой, вот в чем разница между, вот на вашу, между современными детьми и, скажем, поколением вот лет 20-30 назад. Вот вы можете вот эту разницу определить? И есть ли она вообще? Вы знаете, общество меняется, меняются духовные ценности, ценности семьи. И, конечно же, дети нынешнее поколение 21 века отличаются от тех детей, которые были 20-30 лет назад. То, что для нас в свое время казалось непозволительным, сегодня это воспринимается как должное. Например, что это? Ну, взять даже те же игрушки, те же гаджеты для... Ведь я не открою вам большой тайны, если скажу, что каждый родитель хочет своему ребенку самый дорогой сотовый телефон, там, модную одежду дорогую. Чтобы не хуже, чем у людей. У нас такого ведь не было в детстве. Мы были рады мандаринам зимой. Ну, это так. А вот если серьезно, то с другой стороны... Почему так? Вы затронули очень важный момент. Действительно очень важный. Марина наверняка этого даже не помнит. Не помнит. И не знает, да. И сложно рассуждать будет даже вот, да, об этом, когда все есть. А тогда была совершенно другая ситуация. Тетрадки, один карандаш, одна ручка, стерка. Совершенно верно. Но вы знаете, современным детям нужно дать должное. Потому что они шагают ногу со временем, с компьютером на «ты». Они во всемирной паутине. Они знают, чего они хотят. Они твердо идут к своей цели. Они раскрепощены. То есть подобное развитие, это... Здесь главное, наверное, не упустить, чтобы преподаватель не упустил вот это движение. И не бежал за детьми, наверное. Конечно. Да, вот это очень важно. Конечно, поэтому и преподаватели должны постоянно держать руку на пульсе. И учиться развиваться вместе со своими учениками. Ну вот так вот мы плавно подошли к вопросу, что представляет из себя учитель 21 века. Насколько вот его роль изменилась сегодня? Что вы добавите еще? Ну, наверное, учитель, я бы сказала, ответила на этот вопрос так. Учитель должен быть универсальным солдатом. На сегодняшний день... Но все-таки солдатом. Конечно. На сегодняшний день недостаточно в совершенстве владеть своим предметом. Он должен быть развит... И психолог. Он должен быть и психологом. У него должны быть обязательно лидерские качества. Он должен уметь разрешать конфликты. В конце концов, он должен любить то, что он делает, и тех, для кого это делает. И любить детьми такими, какие они есть на самом деле. Он должен быть профессионалом на самом деле. Ведь раньше... В чем состояла задача учителя? Передать детям знания. Так. Проверить качество усвоения этих знаний. Ну и затем поставить отметку, оценить, да, уровень их знаний. Вот. То на сегодняшний день для учителя более важная миссия и более серьезная. Он должен создавать, создать такие условия для детей, чтобы ребенок, каждый ребенок мог развиваться в каком-то направлении. Я не помню, кто сказал дословно. В каждом ребенке есть колокольчик. Главное, учителю этот колокольчик вовремя сделать так, чтобы он зазвенел. Ну, нечего так. И он должен... И учитель должен научить ребенка самостоятельно мыслить. А у вас есть какой-то кастинг учителей в школе? Ну, я так, может быть, грубо сказала кастинг. Ну, вот у вас вы... Ну, я не могу сказать, что это кастинг, но обязательно каждый педагог, который приходит работать в нашу школу, я с ним веду серьезные беседы. Обо всем. О делах насущных, о школьных, что он закончил, где он работал до этого, почему он уволился, почему вы пришли в нашу школу, а какую роль для себя вы видите в нашей школе. Потому что быть просто урокодателем – это не для нас. Сегодня учитель – это намного больше. Хотя, мне кажется, так было и всегда. Может быть, не так просто об этом громко говорили. Возможно. Да, в свое время. Ну, вот смотрите, по статистике сегодня 86% учителей – это женщины. Как вы считаете, нормально? Почему эта профессия так не популярна у мужчин? Трудно ответить на этот вопрос. Ну, в вашем коллективе, наверное, тоже маловато мужчин. У нас есть мужчины-педагоги, но, конечно, хотелось бы больше. Хотелось бы больше. Но те, которые пришли, они уже не уходят, они так и работают у нас. Ну, почему вы считаете, это всегда так будет, женская профессия? Или все-таки есть какие-то, скажем, причины, которые могут это изменить, на ваш взгляд? Ну, чего греха таить? Ведь в самом начале программы вы действительно сказали, что, может быть, эта профессия не такая высокооплачиваемая для мужчины. Ведь мужчина – он глава семьи, он кормилец. Но на сегодняшний день, если учителя имеет хорошую нагрузку, высшую категорию, стаж, то зарплата весьма достойная. Но к этому нужно прийти, сразу ничего с неба не падает. Я вот помню, у меня был учитель физики. И это одни из самых лучших воспоминаний, поверьте, в моей жизни. Я уже не говорю об учителях физкультуры, дорогие друзья. Так что учитель-мужчина – это какое-то особое явление в школе, на мой взгляд. Сегодня, тем более, у нас такие эти технологии. Мне кажется, не каждая женщина там разберется. И без мужчин, наверное, на таком уроке, конечно же, никак. Престижна ли профессия это сегодня? И вообще, вот из чего складывается ее значимость? Как считаете? Ну, сегодня много об этом говорится. И, кстати, достаточно сложный вопрос вы мне задали. Ну, наверное, никакими государственными, законодательными актами престиж нашей учительской профессии не увеличишь, не улучшишь. Очень важно для себя внутри определить, какую роль ты занимаешь в этой профессии. Для каждого ученика, мне кажется. Для каждого учителя. И если учитель для себя определяет миссию этой профессии, в чем заключается миссия учителя, и будет медленными, но верными шагами идти к этой цели, то в этом и есть, наверное, престиж, роли учительства. Во всяком случае, для меня так. Ну, вот я учитель, и всегда это звучало очень гордо. И мне кажется, сегодня ничего не изменилось. Наоборот, мне кажется, сегодня мы воспринимаем профессию учителя как что-то космическое. Мы не можем понять, как можно обучать современных детей, как можно заниматься их воспитанием, как можно давать им те данные, ту информацию, которую иногда взрослый не в состоянии за которой уследить. Поэтому мне, вот на мой взгляд, роль учителя сегодня одна из самых важных. В принципе, наверное, так было и всегда. Да. О чем бы вы хотели предупредить тех, кто мечтает быть учителем, но, может быть, не до конца еще уверен? Вот если не уверен до конца, стоит ли? Ну, как я уже сказала, в нашей профессии очень важно любить детей. Первое – это любовь к детям. А второе – не считаться собственным временем, потому что его, как правило, на семью практически не остается. Потому что дети, дети, дети… У меня многие учителя говорят, да у меня не один ребенок, у меня их 32, потому что я классный руководитель. Поэтому как-то так. Спасибо большое. Накануне Дня Учителя, дорогие друзья, у нас в гостях представители семейной династии, учителей – это Елена Рыбак и Марина Рыбак, ее дочь. Педагогические династии – уникальное явление, которое говорит о неслучайном сплетении поколений. Вот много ли таких династий, таких педагогических династий у нас на Гомельщине? Расскажет Наталья Довыденко. У нас на связи заместитель председателя Гомельского областного комитета профсоюза работников образования и науки. Наталья Яковлевна, добрый вечер. Добрый, слушаю вас. Мы очень рады слышать вас в этот предпраздничный эфир. Ну, я знаю, что в профсоюзе работников образования есть даже книга о семейных династиях гомельских учителей. Ну, расскажите нам, пожалуйста, как часто вот дети и внуки продолжают у нас дело своих родителей? Да, Наталья, вы правы, что книга о педагогической династии Гомельщины была издана Гомельским областным комитетом после проведения уже трех слетов педагогических династий, на которые мы приглашаем представителей династии, рассказываем о них, чествуем их. И, конечно, говорим слова благодарности за вот эту прекрасно выбранную профессию. Вообще, по итогам трех слетов описано в книге более 60 династий, тех материалов, на которых уже собраны, описаны, и мы их уже представляли. Но я вам могу с гордостью сказать и с уважением, наверное, ко всему педагогическому сообществу, что педагогических династий в Гомельской области намного больше. Их, можно сказать, около ста. Точно, потому что не все они еще просто собраны, описаны, а их очень много. В таких районах, как Петриковский, Житковический район, Лельческий, очень много династий в городе Гомеле, в Будокошелевском районе и в каждом регионе нашей области они есть. И они, наверное, все-таки являются гордостью всей педагогической общественности каждого региона. Наталья Яковлевна, вот скажите, пожалуйста, как вот лично вы считаете, насколько престижна сегодня профессия учителя? И часто ли молодые выпускники приходят в школы? Будем откровенны о том, что престижность профессии учителя сейчас обсуждается по-разному. И нет того, конечно, времени, когда перед учителем склоняли шляпу, мы бы хотели его вернуть. Эта проблема вообще такая очень комплексная. Очень многое зависит, конечно, от финансирования системы образования, ну, в общем-то, и зарплаты учителя. Но, наверное, не только хлебом единым всегда жил педагог. Это престиж профессии все равно он есть. Наши педагогические университеты полностью набирают плановое количество бюджетников и даже платников. То есть молодые люди идут учиться, идут в эту профессию. И это очень радостно. Говоря сегодня о педагогических династиях, я не могу сказать о том, что в Наравлянском районе в этом году два молодых специалиста из педагогической династии Яченко пришли на работу в Наравлянские учреждения образования. А вообще в этой династии шесть педагогов, пятеро из которых еще работают. И общей статью педагогической династии более ста лет. То есть молодые люди идут в профессию. И это очень радостно. Я думаю, что все-таки благодаря популяризации самой понятия педагогической династии мы престиж учительского труда будем поднимать. Вот пользуясь случаем, мы, конечно же, хотим поздравить лично вас, Наталья Яковлевна. Я не буду скрывать, вы учитель русского языка. Да, вот именно вы научили меня писать нераздельно с глаголом. И очень многое дали мне в этом. Я очень вам благодарна и буду благодарна всю жизнь. Я вот хочу от всех наших зрителей поздравить лично вас с этим праздником. Ну и вы знаете, предоставить вам такой же шанс. Вот что бы вы пожелали педагогам, ученикам, родителям вот накануне праздника Дня Учителя? Спасибо за представленную возможность. Ну, а вам, Наталья, я хочу сказать, что для любого учителя иметь таких учеников, как вы, это счастье. Поэтому спасибо за добрые слова. А всем моим дорогим коллегам я желаю, конечно, только здоровья. Я желаю им творческих все равно успехов, свершений. И пусть то, что у них будет, их, конечно, радует. Обязательно мечтайте, обязательно любите. Любите жизнь и радуйтесь каждому дню. Пусть будет тепло, любовь и счастье в ваших домах. Спасибо. С наступающим праздником вас, Днем Учителя. Спасибо вам. Спасибо. Ну, а в воскресенье, дорогие друзья, отмечаем День Учителя. Согласитесь, это прекрасная возможность достать свой школьный альбом, позвонить любимой учительнице, ну или, например, встретиться со своими одноклассниками. Ну, обязательно, обязательно найдите время, найдите, дорогие друзья, эти теплые слова для своей первой, второй, третьей, десятой учительницы. Мне кажется, это будет приятно не только учителям, но и просто необходимо вам. Ну, скажем так, нам. У вас вот есть возможность вот прямо сейчас обратиться к учителям нашим, да, поздравить их, коллег, детей, учеников, родителей. И вот самые лучшие слова сказать. С удовольствием. Уважаемые коллеги, замечательные педагоги Гомельщины, в преддверии профессионального праздника я поздравляю вас с Днем Учителя. Я знаю, сколько требуется терпения. Я знаю, сколько мужества ежедневно вы находите для того, чтобы заниматься неоценимым трудом, работать учителем. Я также знаю, что каждый из вас мечтает о том, чтобы сказанные вами слова детям не пролетали мимо, а прорастали в каждом ребенке зерном или семенами добра и мудрости. Я желаю, чтобы наша с вами мечта осуществилась. Вы можете по праву собой гордиться. А ваша профессия, такая гуманная и мирная, приносила вам только радость и вдохновение. Крепкого вам здоровья, мирного неба, вам и вашим близким. Я бы хотела присоединиться к вышесказанным словам и поблагодарить, наверное, в первую очередь, а потом уже поздравить всех педагогов Гомельщины и вообще Республики Беларусь за ту работу, за тот колоссальный труд, который вы совершаете каждый день, за тот подвиг. И пожелать творческих успехов, счастья и равновесия и благополучия в вашей душе. Спасибо вам большое и с праздником. Дорогие друзья, наш программ желает всем учителям, прежде всего, мира, спокойствия и такого благополучия в семье. Будет у вас хорошо, будет и в школе хорошо, и у учеников хорошо. Это был еще один добрый вечер, Гомельс, Наталья Волонет. Спасибо нашим участникам. Спасибо и вам. Спасибо большое, дорогие друзья. С наступающим днем учителей и хороших выходных. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин